Не просто, даже с молодыми ногами. Похоже, о людях совсем не думают. И это самое сдержанное, но чаще выражение куда крепче. Ремонт на проспекте машиностроителей в Ярославле ругают почем зря. Ноги больные, так прыгают кое-как. А это ведь с этого зимы, так нам сделали, как нам эти раскопки надоели. Это о переходе на перекрестке с Сергороджа Никит. За настоящая боль для пенсионеров и мамочек с колясками. А их здесь много. Рядом детская поликлиника точно так же и на соседнем. Переход не для ходьбы. Преодолевать перекрестки приходится с нарушением правил. А вы готовы терпеть? Так что приходится, но можно и ноги переломать. Мрачнее тучи и директор департамента городского хозяйства от Ярослава Овчарова подрядчику прилетает буквально за каждый метр многострадального проспекта. Ни материала, ни песка, ни щебня. Я не вижу даже подготовку подостановлено, чтобы щебня. И дальше на лице никакого проблеска. Стремительно тускнеют и ботинки проверяющего. Так сейчас выглядит остановка у бывшего кинотеатра «Аврора», когда сильный ветер, пыль и песок прямо в глаза. Но это не самое страшное. Дойти до автобуса невозможно. Люди обходят и садятся прямо с дороги. Инструмент, дорожные знаки, металлолом в одной куче. Тут же рабочие обедают под открытым небом. Плитка разбросана. Красок в такую картину добавляют и поломанные ограждения. Количество людей на данном объекте на сегодняшний день не превышает, наверное, 15 человек, к сожалению. Тогда, когда их надо здесь как минимум 50. Культура производства также на низком уровне. Это мы прекрасно все видим. Жители видят и не беспочвенно обращаются и в наш адрес, в адрес мэрии города Ярославля, в адрес департамента. В очередной раз сорвали и сроки. Продолжает Ярослав Овчаров. По контракту должны закончить к 1 августа. По факту лишь к 5-му уложат нижний асфальт. Мэрия обещает наказать. Полного выполнения работ ждет к концу лета. Подрядчик называет другие сроки. Чтобы сделать хорошо, я думаю, нам нужно будет, ну, где-то в 20-х числах сентября мы готовы устроить техническую приемку объекта. Проблема основная в некачественной проектной документации. У нас имеется несколько писем о приостановок работ. Сроки сдвинулись еще из-за ливневого коллектора. Мы работы выполняли на действующем ливневом коллекторе. Хотя по проекту он должен был быть выведен из эксплуатации ресурсоснабжающей организации. В этом году работы на профсекте машиностроителей начали в середине января. Подрядчик обещает усилить работу, увеличить количество рабочих и устранить все указанные мэрией нарушения. Георгий Ковчин, Сергей Мазилов. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин